Спряжение глаголов в прошедшем времени, в словацком языке, легче, чем в настоящем времени. Но в этом есть существенное отличие от русского языка. Это отличие заключается в глаголе «бить». Этот же глагол нам понадобится для образования прошедшего времени. Я сом жил, я сом жила. Ты си жил, ты си жила. Но обратите внимание. В третьем лице глагол «бить» не используется. Он жил, она жила. То же самое произойдет и во множественном числе. Мизме жили, висте жили. Но в третьем лице множественного числа этот глагол не используется. Они жили, они жили. Для сравнения я привожу табличку спряжения глагола «жить» и в настоящем времени, где глагол «бить» нам не нужен. Я жием, ты жиешь, он жие. Ми жиемы, ви жиете, они жиют. Этот глагол «бить» нам понадобится только для выражения статического состояния вещей. Я сом штудентка. Ты си штудент. Ми зме с братьей Слави. Но когда происходит действие, этот глагол нам не нужен. При этом окончание неопределённой формы глагола «ти» замещается на окончание «лы» для мужского рода, на окончание «ла» для женского и «ло» для среднего и «ли» для множественного числа. Всё как в русском языке. Я сом лубил, я сом лубила, если я женщина. Ты си лубил, ты си лубила, если ты женщина. Он лубил, она лубила, оно лубило без глагола «бить». Мизме – лубили, висте – лубили, они – они лубили. Опять третье лицо множественного числа, так же, как и третье лицо единственного числа, без этого глагола «бить». И для сравнения сверху я ещё раз привожу табличку, где глагол «лубить» используется в настоящем времени, для того, чтобы ещё раз подчеркнуть, что в настоящем времени мы этот глагол не используем, если совершается действие. Ну и давайте попробуем. Проверим на примерах. Я говорил. Говорил сом. Или я сом говорил. Важно, чтобы этот глагол сом оказался на втором месте. Вчера она встала в шесть. Вчера встала о шестой. Можно сказать «вчера вставала о шестой». Вечером они читали. Вечер читали. Мы работали целый день. Працовались мы целый день. Но Мария не работала. Але Мария не працовала. Третье лицо, единственное число, без глагола «бить». Она танцевала. Танцовала. Опять. Местоимение также часто опускается в словацком языке. Поэтому можно сказать «Мария танцовала». Или просто «танцовала». Если в предложении нет местоимения, то обязательно указать, о ком идёт речь. В этом случае родичи – это они. Что вы видели? Чё сця видели? Я его разбудила. Забудила самого. Что ты делал? Чё сця робил? Мы образовали окончание глагола «говорить», «встать», «читать», «працовать», «непрацовать», «танцовать», «спать», «видеть». «забудить», «робить». При этом надо запомнить, что если в глаголе есть дифтонг «ие» перед окончанием «ти», то при спряжении он замещается просто буквой «э». Как в следующих примерах. «Ведеть», этот дифтонг «ие» просто заместится буквой «э». «Я сам видел», «ты си видел», «он видел», «ми зме ведели», «весте ведели», «они ведели». То же самое с глаголом «мислить». Я здесь приведу более короткую форму спряжения глаголов без местоимения «я», «ты», «он» и так далее. То же самое со словом «хцеть», где дифтонг «ие» замещается просто буквой «э». «Хцел сон», «хцел си», «хцел», «хцел изме», «хцелисте», «хцели». И то же самое ещё с довольно большой группой глаголов. «Разуметь», «садеть», «платить», «видеть». Более интересная ситуация с глаголами, которые оканчиваются на «нуть». «Стротнуть», «стегнуть», «забуднуть». В этом случае это «нуть». Мы просто отбрасываем и прибавляем к корню слова окончание «ол» для мужского рода, «ла» для женского, «ло» для среднего и «ли» для множественного числа. Вот как в следующих примерах. «Стретл сон», «стретл сон», «нуть», «убираем». «Стретла сон», «стретл си», «стретла си». В третьем лице «стретл», «стретла», «стретло». В единственном числе. Во множественном числе «стретлизме», «стретлисте», «стретли». То же самое с глаголом «стегнуть», «успеть». «Стигол», «стегол сон», «стегла сон». «Стигол си», «стегла си». «Стигол», «стегла», «стегло». «Стиглизме», «стеглисте», «стегли». И то же самое для глагола «забуднуть». «Нуть» отбрасываем и остаётся. «Забудол сон», «забудла си». «Забудол», «забудла», «забудло». «Забудли зме», «забудлисте», «забудли». И глаголы исключения. «Исть», «присть», «одисть». «Ищел сон», «ишла сон». «Ищел си», «ишла си». «Ищел», «ишла», «ишло». Во множественном числе «ишли зме», «ишлисте», «ишли». Это надо запомнить. Хотя это и не трудно, потому что очень уж похоже на русский язык. «Есть». «Есть». Это трудный случай. «Едол сон», «едла сон». «Едол си», «едла си». «Едол», «едла», «едло». «Едли зме», «едлисте», «едли». И глагол «пить». Он тоже очень интересный глагол. «Бол сон», «бола сон». Например, «я была дома», «бола сон дома». «Бол си дома», «бола си дома». «Бол», «бола», «боло», «бола дома». Имеется в виду «она была дома». «Болизме», «болисте», «боли». Это тоже интересный глагол. Его тоже надо запомнить. И примеры. «Вчера я встретила соседку». «Вчера сон», «стретла», «суседу». «Она шла в магазин». «Ишла», «дообходу». «Ишла» или «шла». Это синонимы. «Я была голодная». «Бола сон», «гладна». «Моя кошка тоже еще не ела». «Моя мачка те же, что не едла». «Мама забыла ее покормить». «Мама Ю забудла накормить». Вот это «ю» ставится на второе место. «Ю» кого? «Её» или «си» или «его». Есть такая тенденция это поставить пораньше в предложении. «Вы работали в воскресенье?» «Працовались те вне делу?» «Мы не понимали этого». «Она не успела на автобус». «Не стихла автобус». «Тима и Сергей ушли без нее». «Тима а Сергей одишли без ней». От глагола «есть». Неправильный глагол. «Они сидели дома и пили чай». «Сидели дома, а пили чай». «И самостоятельно». «Мальчика звали Ферко». «Хлапец са болал Ферко». «Мальчик назывался Ферко». «Са» на второе место. «Его мама заболела». «Его мама охорела». «Я встретила этого мальчика». «С третлосом тохто хлапца». «Мы хотели помочь маме». «Хцели зме помоцть маме». «Вы были в Братиславе?» «Болисте в Братиславе». «Ты видел этот домик?» «Видел сей тэнто домчик?» «Мы пошли туда». «И шли зме там». «О нём много писали». «Велоса о нём писало». «Са» на втором месте. «У меня не было телефона». «Я не имела телефон». «Немал сом». «Немала сом». «Телефон». «Люди ушли из города». «Людья одишли з места». «Одість». «Исть». «Неправильный глагон». «Окielt».